Субтитры создавал DimaTorzok Ну что-то... Как-то вас мало? Что бы это значило? Мы все приехали... Ну это безобразие... Ваш должно быть... Так... Сколько же вас должно? Восемь человек вас должно быть Да Ну два человека здесь, это не ваш... Андрей Викторович, Сергей Сергеевич Правильно? А у вас всего, значит, трое? Да Ну что это такое? Я не знаю Имеет ли смысл Начинать занятие Меньше 50% Ой... Что же мы видим? Что они все приехали? Ну не знаю... Ладно... Придет с тем, что они приехали самостоятельно Осваиваясь Материал... Да... Ну потому что я... Губоту... Ленчали было потрясно... Да? Как-то... Прекращать занятие... И заставлять терять время... Трудолюбивым... Прилежным... Магичным... Да? Правильно я говорю? Трудолюбивым... Которым пришли... На лепест... Ладно... Причнем... Вот... Как вы знаете... Вы пришли... На какую классику пришли? А в лепеструк... А в лепеструк... В лепеструк... Квантовая теория... Квантовая теория... Квантовая теория Коя... Это первая... Успешная... Квантовая теория... Коя... Которая... Э... Была... С defensивена д SRF... Для описания экспериментов, и... По образцу которой, строится... Сейчас все... Прастоящие условия… теории, входящие в стандартную модель римидальных частиц. Понятие стандартной модели, наверное, вы слышали. Прежде всего, что существует сейчас такая модель, которая успешно одессит все экспериментальные данные, хотя бы и есть внутреннюю теорию. Так вот, эта модель отключает единую теорию слабого электромагнитного взаимодействия и квантового хромодинамики. Единая теория слабого электромагнитного взаимодействия построена на основе квантового электродинамики, квантового хромодинамика, построена тоже по образцу квантовой электродинамики. Что их объединяет? Ну, кроме общих свойств теории, таких как... Какие общие требования, общие принципы, которые предъявляются к теории? Естественно, это такие принципы невариантности относительно звеников в пространстве времени. Это, естественно, требования, которые предъявляются к теории. Но, кроме этого, есть еще один принцип, который не имеет отношения, и связан напрямую с пространством времени. Это принципы калибровочной вариантости. Вот принципы калибровочной вариантости, можно сказать, лежат в основе современной пантовой теории поля. Что это за принципы? Ну, давайте рассмотрим, начнем с Пагранжана свободного ираковского поля, где взаимодействующие ираковского поля. Как вы знаете, это рюкзажан, ну, надпишем его, по правому слову, ираковский поля, нл. Это есть иракфорский поля, афильк, иракфорский поля, срабский поля, иракфорский поля, срабский поля. такой компонентный спинок, да? d со шляпой, d со шляпой, это есть dm, 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 естественно, мы обозначаем dm, это есть d, dm, 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 а дм, dm, это матрицы, дираковские матрицы, 4 на 4 матрицы, которые вам, наверное, хорошо знакомы, они, правда, явно их вид, зависят от представления, обычно используемые представления называются стандартным представлением, и в этом стандартном представлении гамма 0, это есть 1, минус 1, 0, 0, здесь, в свою очередь, эти матрицы, это 2 на 2 матрицы, и гамма ita, это есть 0, сигма ita, минус сигма ita, 0. Ну, стандартное представление, это одно из возможных представлений, бесконечное число возможных представлений, оно обычно используется, это связано с тем, что в этом представлении волновая гумза электрона имеет только две верхние компоненты, psi для электрона имеет только две верхние компоненты, две верхние компоненты. Далее. Вот это был крючан. Видно, что у него есть ненавариантность относительной преобразовательности, у нас, psi от x, две верхние компоненты, две верхние компоненты, это константы. Я узнал Лабернджана, инвариантность этого Лабернджана. Но, это преобразование называется фазовым преобразованием первого рога. Значит, совершенно ненавариантность относительно фазового преобразования. Но, если мы потребуем ненавариантности относительно преобразования с функцией φ, зависящей фазовыми преобразованиями второго рода или калибровочными преобразованиями второго рода, то видно, что такие преобразования с функцией f, зависящей от х, видно, что он не ненавариантный. Ненавариантный. Поскольку, вот эта производная действует на f, и, значит, преобразована в ненавариантность в свой производный от f. Очевидно, инвариантность нарушается. Как же можно сохранить эту инвариантность? Можно сохранить. Но, при этом, нужно ввести некое электронное поле. В данном случае это электровагнитная поле. В общем случае построение теории тоже так же происходит. И не оберевывает. Вот те теории, где f это просто числовая функция, называется абелевание теория. А такие калибровочные преобразования с f просто численной функцией называются абелевое преобразование. Но, в принципе, есть в более сложных теориях, таких как, скажем, хвангером и динами. Псерд Х, полновая функция, она является не только четырехмерным спинором, гераховским спинором, но еще и частица имеет внутреннюю степень свободы. Она имеет еще какие-то... То есть она является... Такая функция Пси объединяет не только гераховские компоненты, но еще и... Она в ней содержит и какие-то внутренние банки и числа. То есть, например, она может описывать не электронные, а квадры. А у герахов есть цвета, внутренние степени свободы цвета. И тогда Пси представляет из себя не четыре гераховские компоненты, а четыре умножить на три. У нее есть три цвета, и каждый цвет имеет четыре гераховские компоненты. Вот такая сложная конструкция. И тогда f может быть не числом, а матрицей. Естественно, такие преобразования уже являются неопередными. Потому что они не коммутируют. Два преобразования такие такого не коммутируют. Преобразования неопередные. Но принцип построения такой же, как и в Хванглории признают. И можно дальше проводить в общем виде построения. Которое годится и для меня, я думаю, в теории точно. Мы можем так сказать. Инвариантность нарушается, ежели f зависит от координаты. Как сохранить этот вариант? Можем сохранить. Я же заменю. Сделали замену такую. d на d. Вот видим производник. Который есть d. Ну, напишу в другую. dµ минус и d минус. d плюс и d. d-e это константы взаимодействия. В данном случае это электрический заряд. aµ минус. Можно измерить векторное поле аµ. Векторное поле аµ. Для того, чтобы его реальности сохранялась, что нам нужно? Вот. Мы можем записать в таком виде, скажем, что это есть. Вместо еµ минус. Ну, ладно. Допишем так. Вот это есть у. Во всех. Вот это есть матрица. Вообще говоря, матрица. Эµ минус. Вам то не знаю, как это не матрица, это чей-то. Это просто число. А вообще говоря, это матрица. Так вот, у нас есть. Если мы делаем такую замену, и потребуем, чтобы Пси преобразуется таким образом, но как преобразуется Пси с чертой? Пси с чертой, естественно, преобразуется вот эта матрица. Эта матрица. Она действует не в терапевском пространстве, она действует во внутреннем пространстве, если это, скажем, световом пространстве. И преобразуется Пси с чертой таким образом, что Пси с чертой переходит в Пси с чертой на укрест. А если эта матрица улетает, то это не в терапевском пространстве. Я напишу так. Укрест. Долмем все чертой на у-минусер. Значит, если мы потребуем, чтобы Д' 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 А потом У в минус первой на Д' на У У Чтобы это было равно Д' Д' Равно этому. Чтобы это было равно Д' То тогда инвариантность у нас сохранится. Ну, в самом деле, что у нас? После преобразования Эта Пси получит множитель У. Эта Пси с чертой У в минус первой. Ясно, что с массой У в минус первой на У даст единицу. С массой нет проблем. Проблема есть вот с этой производной. Проблема есть с этой производной. Но опять же Гамма-мю это У это Даже ежели это матрица, она действует не в терапевском пространстве. Поэтому Гамма-мю на Гамма-мю не влияет. Гамма-мю затаскивается. И у нас получается здесь после преобразования Д' переходит вот в Д' Гамма-мю, которая есть в минус первой Д' У. Если это Оно не отменяется, да, то тогда тогда у нас есть иностранность относительно перебровочного преобразования второго рода. Посмотрим, что же это такое Д' А что такое Д' Понятно, что это есть Д' Мю Мю Минус 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 Плюс И Е А' Как-то преобразуется поле. Поле должно как-то преобразоваться, чтобы плагин из Гамма-мю И это мы написали Девую часть Правая часть Д' Вот это вот, правая часть это есть опять шаг Что это такое? Ясно, что производная действует производная действует на У если ему зависит от времени А Гадена, пардон У Минус Д' Д' Мю У У Минус Первый Д' Мю У Плюс Это производная Либо действует на У Либо действует дальше Когда действует на У Я написал Когда действует дальше У меня У Минус Первый У Собращаются Плюс Д' Мю У Минус Первый Плюс Плюс Теперь остался здесь член с А Плюс И Е У Минус первой Амю на У И вот И это должно быть давно Д' Д' Минус Д' Минус Д' Минус Д' Минус Вот и пожалуйста И что же мы получаем? Что мы получаем? Мы получаем Отсюда Закон преобразования на вот Эта вот Эта есть А' Мю А' Мю А' Мю Д' Мю А' Пардон 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 однако я вас обманул Значит однако я вас обманул Вот Этого члена здесь вообще нет Почему? Потому что Здесь стоит Правильно Д' Мю Д' Мю Почему? Д' Мю Значит Мы Делаем преобразование Здесь Слишком я поторопился И обманул Сделаем преобразование Что мы получаем? Ну преобразование Вы должны быть преобразованным от Psi перейдим devam в Psi и здесь делаем преобразование Так Мы увидеть производство Здесь написан D D со с бракой D со шляпкой В польские преобразования Здесь мы должны написать здесь преобразованное у Psi здесь преобразованное си здесь Д' ну innocence Преобразованное дню. Ну что такое преобразованное дню? То есть мы должны так написать. Пси штрих. Пси штрих с числой. А здесь стоит. И дню. И дню. И дэ штрих. Дэ штрих. Минус н. Дэ штрих со шляпкой формы. Дэ штрих. Это Пси штрих. Что такое Пси штрих? Это вот у на Пси. Значит у на Пси. У на Пси. Здесь пишем Пси у минус первой. А здесь пишем дэ штрих со шляпой. Что это такое? Это есть дэ со шляпой плюс и е а штрих со шляпой. А штрих со шляпой. Вот оно преобразованное. Преобразованное во грамчатум. И он должен быть равен непреобразованным. То есть отсюда мы получаем, что у минус первой. А здесь стоит дэ ню плюс и е а штрих ню. На у равно дэ ню. Плюс и е а мю. Вот так вот. Ну и отсюда получаем уже закон преобразования а штрих получаем через а. Ну как это проще сделать? Проще сразу написать акцию. Как это проще сделать? Ну просто умножить сюда слева. Слева умножить на у, а справа у минус первой. И тогда получаем следующее. Равно у. А здесь у минус первой. Все. Ну и понятно, что здесь будет член дэ ню. Когда дэ ню продастся, действует не на у, а дальше действует. Отзывы равен литону. И дальше сокращаем. Итак, получаем а штрих ню равно а штрих ню. Чему же равно а штрих ню? Равно, конечно, а ню. А потом, у на а мю на у минус первой. Да? И плюс единица на е. Сейчас обратился в е. И здесь у меня стоит штрих ню на у минус первой. Вот так вот. Вот это закон преобразования а. Так должно поле а преобразовываться, чтобы была перебровочная грязь. И этот закон, он справедлив как для Абельевых, так и не для Абельевых теорий. Ну, видно, что для Абельевых теорий Амю должны быть матрицы какой-то во внутреннем пространстве, но в цветовом, положим, пространстве. А для Абельевых теорий, которым принадлежит квантовая электродинамика, и которые мы будем дальше рассматривать, это просто равно. Дальше уже только для Абельевых. Ясно, что Амю это число. Это не матрица. У минум. У минус первая. Это просто какие-то фазы, я при этом замечу, сокращаются друг с другом, поэтому стоит Амю. И дальше. Ну, дальше напишем минус и делить на е. А, лучше напишем, уже просто у минус первая, и тогда будет просто, выразим через фазу f. У минус первая есть, это минус и, минус и f, да? Происводную возьмем, здесь уже производное действие только на луну. В минус первая. Производную возьмем, это будет, она нам выдаст минусы и на производную покупает. И дмю f. Вот это вот преобразование электромагнитного поля. Ну, это обычное преобразование, коллеговочное преобразование электромагнитного поля, как вы знаете. Все. Так, значит, построили теорию Лагринжан, которая является значительно калибровочным преобразованием данного опыта. Лагринжан построили, но это Лагринжан только с Ираковского поля. Ираковского поля взаимодействующего с электромагнитным полем. А в электромагнитное поле может существовать в свободном состоянии. Нужно построить Лагринжан электромагнитного поля. Ну, или как в квадрофромодинамике, это есть глионное поле. Как его построить? Опять же, с требования калибровочной вероятности. С требования калибровочной вероятности. Нам нужно построить величину Винчи, само поле А. Оно преобразуется вот таким вот образом, да? И оно, в этом смысле, это не физическая величина, не наблюдаемая, потому что оно зависит от каких-то преобразований. А то, может, наблюдаемая величина должна как-то для электромагнитного поля оставаться неизменной при калибровочной вероятности. Как можно построить величину, которая не меняется при калибровочной вероятности? Или, в случае не Агрио в теории, она меняется, но как-то меняется, это изменение выглядит типа поворота в каком-то внутреннем, световом пространстве, скажем. А не без всякого длинения. Как построить такую величину? Ее построить можно таким образом сказать, что вот, берем величиновое в меню, которая есть единица перед нами ИЕ, а здесь стоит ДНЮ, ДНЮ коммутата, да? ДНЮ, ДНЮ коммутата. ДНЮ, ДНЮ, АНЮ. Правильно. Вот таким образом. Видно, что это величина, это коммутата. ДНЮ. Как меняется ДНЮ? Оно меняется вот таким образом. ДНЮ. ДНЮ. Это есть У на ДНЮ. На У минус первое. У минус первое. Таким образом. ДНЮ. То есть это есть некое преобразование типа поворота. А в данном случае, в реальном случае, это просто... Это просто... Эф-меню, поскольку У это не матрица, а просто фаза, и она сокращается. Здесь. Это здесь. Значит, Эф-меню это вот электромагнитное поле. Напряженность электромагнитного поля. Тенсор напряженности электромагнитного поля. Вот что такое с меню. Значит... Вот... Да... Ну и как этот тенсор вырагает через поля? Видно отсюда, что это есть ДНЮ АНЮ. Минус ДНЮ АНЮ. Да, не просто. Здесь обращаются. И вот это вот обычное выражение для напряженности электромагнитного поля. Ну, а в случае не АНЮ, а в теории. Здесь, на самом деле, видите, здесь что у нас? Здесь стоит ДНЮ подставляем. Вот это у нас ДНЮ, да? И если А просто число, то вот коммутатор АСА, конечно, сокращается. АНЮ-1 коммутатор сокращается. А если о матрице, то тогда коммутатор не сокращается. Коммутатор не ноль. Коммутатор АНЮ-1 не ноль. И его надо здесь добавить. Так, что добавляется? Плюс... Плюс, да? Плюс ИЕ... АНЮ-1 коммутатор. Коммутатор. Вот такой есть член. Но видно, что если у нас поля не АНЮ, то у нас есть взаимодействие полей друг с другом. Электромагнитные поля, да? Электромагнитные поля, они взаимодействуют... Они только переносчики взаимодействия, да? Нет взаимодействия полей между собой, прямого взаимодействия. А если у меня биотеория, то у нас есть какое-то взаимодействие. Друг с другом. Потому что Лаверджан... Как строится Лаверджанна? Лаверджанна. Так, мы напишем ЛЮЕД. ЛЮЕД. В бандуемых экзамен. Вот это есть часть, которая связана с эрбионными полями, с электронными полями и взаимодействием. И здесь есть минус 1,4. Ф-меню в квадрате. Ф-меню в квадрате. Это часть, которая представляет собой свободный электромагнитный поля. Да? И если... Ну, понятно, что если Ф-меню в квадрате... Если Ф-меню в идее... То Ф-меню в квадрате квадратичность соответствует тому, что у нас свободная поля. А когда... Ну, можно и по-другому говорить, что... Если этот член отсутствует... То... При заряде... У нас там нет зависимости от заряда, от константы связи. И это есть свободное... Важно от свободного поля. А когда не апеллию в теории мы работаем, то как-то здесь есть член с зарядом. Ну, правда, он обозначается тогда не И, а Ж. Буквой Ж. Но суть это дело это не меняет, да? Как говорится... Хоть горшком назови, да? Только в печку не ставь. Ну, вот... У нас... Значит, такой... Такой ловершан. Правда. В нервных теориях это же есть матрица. Матрица. Да? И тогда надо взять не просто Ф-меню в квадрате. А шпору Ф-меню в квадрате. Да? Светлый матрица. Чтобы он был в нервных теориях, например, на зарядку. Ну, ладно. Ну, мы впереди работали. Поэтому у нас вот такой... Есть... Такой... Лагранжиал. Ну, можно. Да? Почему же это? А? Почему же это? Ну, это вопрос нормировки полей. Понимаете? Ну, так принято. Да? Так принято. Я говорю, ну что, в принципе, это вопрос нормировки полей. Так выбирали по этому четвертому. Ну, точно так же вы можете спросить. А почему там здесь вот коэффициент единицы? Да? Ну, это общая сцена. То есть? А что здесь? Здесь, значит, если мы поняли на беру, то мы можем его узнать. Правильно. Правильно. Ну, я думаю, что это... Вопрос... Вопрос нормировки. Да? Нормировки полей. Мы же можем по-разному поля нормировать. Да? Поля. Ф. Ну, какой смысл, например? Мы... Мы можем вычислить энергию, скажем, да? Отсюда. Лагранжиал. Это лагранжиал. Мы можем из лагранжиал получить юнитариан. Да? Для свободного поля. Да? Забудем пока правила. Вот рассмотрим только свободное электромагнитное поле. Да? Вычислили энергию. Да? Чему энергию? Чему энергия электромагнитного поля равна? Е квадрат плюс шквадрат, да? Едница. Мы привыкли так, что эта энергия равна единица на 4 пиля. Да? На 8 пиля. На 8 пиля. Е квадрат плюс h квадрат. Ну, такая принятая нормировка поля. А нежели... Ну, вот... Э... 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 Электрическое поле. Э... 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 Okay. Я перед вами раскинаюсь, но вы должны все это знать. Не вы, Сергей Сергеевич Андрей Викторович, а вы, Петр Александрович, Александр Алексеевич, как вас зовут? Мальцев, Тимофей Владимирович, подберезка, Павел Сергеевич. Наверное, это все слышали уже, правильно? Ну ладно, повторяю мать учения. Слышали и о проблеме, которая возникает с этим Владимир Жаном. Какая проблема? Вы должны провести каноническое квантование. Что такое каноническое квантование? Да, правильно. Перейти к операторам. А как перейти? У нас есть, ну, нежели мы говорим в обычной, в теории поля, в обычной механизме, то мы должны ввести операторы импульса. А как операторы? Вернее, вводится, 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 вводится классический импульс и координат, да? Импульс определяется, производная, от Лабранжана по, чему? По скорости. По кусточкой. И мы требуем выполнения. Потом говорим, ага, импульсы и координаты должны быть операторами, удовлетворительным и каноническим соотношением ПИИ, то есть, кужитая коммутация, да? Я не пишу шляпы, теперь уже, не пишу, потому что вот я эту шляпу зарезировал, да? Ну, правда, в иностранной литературе, и частично уже и в российской, значит, вместо этой шляпы, эта шляпа используется, а вот такой слэш здесь ставится, перечеркивается. Ну, мы будем следовать российской традиции, значит, и там используем шляпу, а здесь уже шляп не будем ставить. Но потом знать, что это операторы есть. Здесь это есть какой компенсационный соотношение? Минус метр ближе, да? Ну, конечно, это для дискретных соединений свободы и привыкут, надо написать, конечно, здесь еще дейта-функцию от координата. ПИИИ зависит от координаты. И ГУО зависит от координаты. Мы берем коммутатор при одном времени, одновременной коммутатор называется, и, значит, этот одновременной коммутатор должен быть дейта-символом. Равен, равен. А здесь еще проблема возникает сразу. Почему? Потому что вот этот коммутатор, вот этот стратегил Лагранжана, у нас импульс, который отвечает координатей А0. У нас какие координаты теперь? Координаты А0, да? Вот что такое координаты. Координаты. Это в обобщенном смысле. Импульс координат Q, которая здесь Q, это вовсе не Х, которая уже есть написана, да? А импульс? Импульсом координаты являются поля. Поля являются импульсом координат. А Илеши, это вот как раз Х, это вот Х и Х штрих. Ну, то есть, вот эти символы, эти номера, это точки пространства. Да. Ну вот, если возьмем импульс. Канонический импульс. Канонический импульс по определению, это производная нота Джана по скорости. Если возьмем импульс, канонический для А0 координаты, то он обращается только если это 0, как и Ли. Потому что, ну вот в Эфменю, в Эфменю, здесь же нет производных временных от А0, от А0 производных временных Е. Поэтому, значит, в Эфменю, он независим. А0 с точкой не входит в Эфменю. Д 0, А0, или А0 с точкой, то же самое, не входит в Эфменю, поэтому канонический импульс 0. Вот. Канонический импульс равен 0. Что же делать? Тогда, что же делать? Как эта задача решается в классике, например. Ну, в классике по-разному, в общем-то, решается. И в классике, и в партной теории по-разному решается. Есть разные пути решения. Задачи. Один путь. Это такой путь, что вот уравнение. Мы напишем, используя Толгер Шан, напишем уравнение Лагран-Шак-Вейлера. Значит, уравнение, которое соответствует координате А0, оно не содержит А0 с точкой. То есть, оно не содержит ускорение. Оно является по этому уравнению и связью. Уравнением связи она является. Из этого уравнения связи можно исключить А0. А0 исключили. А0 выразили через другие координаты и скорости А0. Потом еще наложили, поскольку у нас есть калибровочная вероятность, мы можем работать с любой калибровкой. Ну, наложим какое-то калибровочное условие. Например, условие А0 равно 0. Это условие называется условием Кулоновской. Такая перебровка называется Кулоновской перебровкой. Вот А0 исключили. Наложили условие Кулоновской калибровки. И все. Дальше у нас осталось уже только... А0 исключили. Еще вот это условие наложили. И что у нас осталось? Вместо четырех степеней свободы. В каждой точке, конечно. Вместо четырех степеней свободы. А0 имеют четыре компонента. Мы наложили два условия. А0 исключили, значит, выразили через А-вектор. И вот это условие еще калибровочное наложили. Всего осталось два независимых и независимых степеней свободы. Так должно быть, на самом деле. Потому что квотон-то у нас частица... Что за частица квотон? Это частица спиногерениц? Да? Но безмашевая. Но безмашевая. У нее есть только две спиральности. Есть только две степени внутренней степени свободы. У квотона, да? Ну, спиновая степень свободы. Это тоже внутренняя степень свободы. Только две степени. А мы вот, когда мы обеспечили калибровочную регулиантность, мы берем лишние степени свободы. Да? Лишние степени свободы. От которых ничего не должно зависеть. Вот. И как-то надо... Значит, вот один способ... Так... Исключитель. Один способ работы. Это убрать эти лишние степени свободы. Можно работать только с физическими степенями свободы. Но вот при этом мы, видите, вводим какое-то нековариантное условие. Вот это условие кулоновской калибровки. Это нековариантное условие, да? Но для этого не очень... Иногда полезно работать. Иногда долго используют кулоновскую калибровку. Как так удобно делать, это удобно делать в энергетических задачах. На самом деле удобно использовать кулоновскую калибровку. Но, в общем случае, это как-то кажется неудобным. Из-за того, что... Ну вот какая... Как... Теряемый... На всех промежуточных этапах мы теряем... Вводим самовариантность. У нас теряемость. Да? Мы выбрали систему там... Мы обретли себя сидеть в какой-то системе. Как... Поскольку у нас нековариантные условия. В принципе, это в конечном результате... Нанесенный результат должен быть кулоновской калибровке. Конечный результат. Физический результат должен быть кулоновской калибровке. Но, по большому счету, это неудобно. И это как-то неудобно. В общем случае. Я говорю, что, конечно, если мы рассматриваем какую-то определенную... В определенной системе рассматриваем неретинскую задачу. Ну, это может быть удобно. Но, в общем случае, это неудобно. Поэтому, в общем случае, использовать другой метод работы. Другой метод работы. Здесь добавляет... Лабернашот добавляет руками, добавляет некий член фиксирующий калибровку. Некий член фиксирующий калибровку. Портит Лабернашот. Да? Портит Лабернашот. Ну, можно испортить его по-разному, Лабернашот. На самом деле, по-разному. Можно тоже и вариантным образом его испортить. Да? Но, предпочитает добавлять обычно вот такой фиксирующий калибровку членов. И как же его пишут? Обычно его пишут так. Так. Минус и плюс. Сейчас соброшу. Единица, делить на два в этом. Дельню алю в квадрате. О! Калибровочный, вернее, внулицинвариантный член добавляет. Да? Внулицинвариантный член добавляет. Но при этом он нарушает очевидно калибровочный вариант. Калибровочный вариант. Калибровочный вариант есть только тогда, когда все выражается. Вот, лакомизация свободного поля выражается только через F-миню. И тогда есть калибровочный вариант. Следующим явно нарушаем калибровочные варианты. Ну, что делать? А он на уровне натяжения не влияет. А? Ну, как же не влияет? Конечно, влияет. Это же неправильно. Ну, неправильно, да. Но, говорят, если мы пластики, говорим, пластики работаем, то говорим, а вот добавили этот член, написали уравнение движения, все. А дальше будем считать, что мы работаем, мы можем же видеть, у нас есть калибровочный вариант. Мы можем работать в калибровке демиона равно нулю. Это калибровка демиона равно нулю. Оно называется лорельцевским калибровкой. Ну, и тогда, очевидно, это не влияет. Ни на что. Вот в этой калибровке работаем, и все. Это, значит, в классике так делается. В классике так делается. А в какой-то механике можно так делать? Оказывается, ну, очевидно, что нельзя так. Условия демиона равно нулю. Нельзя. Да? Использовать. А почему? Ну, потому что у нас же вот есть монтование, правила монтования. И они противоречат условию демиона равно нулю. Нельзя. Ну, это же независимое у нас. Вот, скажем. А, давайте я проверим еще здесь. Правильно я написал здесь двоечку. Вот. Обычно так пишется. И при b это равно не единице. Да? При b это равно не единице. Значит, у нас нужно сокращаться. Здесь вот член есть. Какой есть член? Здесь есть член. Минус одна вторая. Ну, здесь, конечно, дмю. Дмю. Аню. 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 Ну, конечно, здесь есть член. Дмю. Аню. Минус. Дмю. Аню. Конечно, квадраты их равны. И вот. Поэтому вместо одна четвертая здесь появилась одна вторая. И здесь появляется плюс одна вторая. Да? А здесь дмю. Аню. 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 Это перекрестки сейчас. Перекрестки сейчас. Вот. Со знака плюс одна вторая войдет. Да? Ну, понятно, что если b это равно единице. Ну, вот эти вот производные. Вот эти производные. Эту производную мы можем перебросить сюда. Почему? Потому что лагриджан определен с точностью до полной производной. Да? Эту производную мы можем сюда перебросить. Эту сюда. И при b это равно единице сокращается. И вот у нас просто получается вот такой лагриджан. При b это равно единице. Вот такой член просто появляется. Что это такое? Это просто сумма лагриджана для четырех компонентов. Да? Для четырех компонентов. Лагриджан скалярного поля как пишется. Минус одна вторая, для каждого ню у нас есть свой лограджан для каждого ню свой для ню равного для ноль есть свой лограджан для а1, для а2 и для а3 свой лограджан такой же, как для скалявных полей, да? но есть небольшая заковыка заковыка? в чем заковыка? а в том, что здесь ковырявленное суммирование, да? и поэтому у нас здесь входит дмю а0 в квадрате со знаком минус, да? а дмю аит вот что это такое? это есть минус 1 вторая дмю а0 а0 в квадрате, да? плюс 1 вторая дмю аит в квадрате, правильно? а0 в квадрате потому что это вариант дмю а0 в квадрате плюс 1 вторая дмю а0 в квадрате вот это вот входит с правильными знаками то есть поля, пространственные поля входят с правильными знаками ну такие же, как для скалявных полей, да? а этот с другим знаком входит а0 входит с другим знакомом и это, конечно в этом, конечно, будет заколыга почему? ну потому что, если мы проведем здесь каноническое планование определить импульс канонический, да? канонический импульс для пространственного для пространственного компонента будет д0 аида, да? канонический импульс а канонический импульс для временной компонента будет минус д0 аида, да? а коммунционные соотношения те же самые, да? ну то есть коммунционные соотношения для... будут... теперь я же мы перейдем так, лучше так скажем перейдем теперь вот к... к... фурьеросложению полей ну как обычно, как это вводятся операторы разложения операторы выражения и уничтожения для подлонов, для частиц вкладываете его в поле так, мы разлагаем поле ну сейчас это все электромагнитное поле аммион от X не пишем, что это есть и сыграл D куб K делить название ты представляешь что ли? ну это зависит от нормировки сейчас от нормировки сейчас я, чтобы вам не сыграть нормировку то конечно я забыл ну я думаю что это давайте в кубе давайте в кубе давайте в кубе так, мы будем использовать сотрудник него ну вообще можно здесь любой написать любой коэффициент но сейчас мы поговорим о выборе вот этого коэффициента здесь стоит 2 кубе а здесь стоит следующее здесь стоит так скажем с к с трехмерный вектор я не обозначаю это трехмерный вектор да? с к е лямда под к на е в степени минус и к х а мы б минус к вектор да? плюс ну из-за того, что это есть это поле вещественное естественно цепь лямда к е это вектор поляризации по которым мы можем е е лямда есть четыре независимых вектор поляризации вот это лучший вид разложения для электромагнитного поля здесь есть к х вы его напишите и всегда его имеете когда его х то часто вот это разложение где крест сопряженная то есть ню это четыре независимых вектор поляризации а здесь есть е в степени минус плюс и к х вот и все о это общий вид разложения но когда для классического поля это общий вид разложения где ц это какие коэффициенты а е это нормированные вектор поляризации мы их можем считать нормированные вектор поляризации да 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 такие что е лямбда мю е е лямбда е лямбда шли с калябдным произведением с калябдным произведением одно минус ж лямбда лямбда шли вот в такой нумеровке минус ш обращаю внимание что здесь для нулевых для нулевой компоненты это знак плюс минус для пространства это плюс ну ладно вот написали это разложение да написали такое разложение и получили и дальше при переходе нам нужно проводить вторичное флантование то есть считать а операторами ну что здесь нет поляризации просто экспоненты вот у нас становятся операторами эта причина становится операторами рождения и уничтожения частиц операторами рождения и уничтожения частиц и из крайнейших функционных соотношений следует что функционные соотношения для вот этих вот величин которые являются которые для этих величин которые считаются приобретают смысл операторов рождения и уничтожения частиц цк оператор уничтожения цк крест Это оператор рождения. И коммунционные соотношения, которые получаются, это такие из канонических коммунционных соотношений. Следуют такие соотношения C-канда, лянда, C-прест, лянда, штрих, канда, штрих. Это есть. Главное. Чем же равно? Вот оно равно очень. Два кубика, два обе кк, дельта, трехмерная, от канда минус ка-штрих. Ну, я этого не вывожу. Вот вы хотите верьте, хотите проверить, что из коммунционных соотношений, ага, два пик, пардон. А здесь еще стоит даже кубик. И здесь стоит, конечно, G-лянда, лянда, штрих. Минус G, лянда, лянда, штрих. Вот что стоит. Не дельта, а G. Именно G. И в этом G, и опять же, языковык. Если лянда, это лянда и лянда штрих, это, ну, понятно, что для... Вот когда вы... Это номер поляризации, да. Номер поляризации, да. Так вот, для поляризации физических... У нас есть поляризации... Ну, здесь формально в А четыре поляризации. Мы все компоненты считаем независимыми, да. Мы ввели вот... Ну, то есть у нас... Что же у нас получилось? Скажем, для простанки, когда я эти функционные соотношения пишу, вот в случае, когда у нас вот просто что осталось в огражении. Вот что, вот это. Этого члена... Этого члена... Этого члена... Этого члена нет. Значит, у нас вот осталось в огражении такой. И это есть в огражении просто суммы... Ну, можем... 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 Здесь... Просто докажем для суммы полей, суммы компонентов. Но вот нулевая компонент находится с неправильным знаком, да. Этого поляризации мы можем выбрать тоже таким же, что вот... Е0 это имеет... Можем так написать, что Е0 равную... Ж0... 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 Да. Ну и минус, это не важно. То есть, лянда, если здесь стоит нулевая поляризация, будем ее называть временной поляризацией, временным вектором поляризации, где лянда равна нулю, то она имеет только нулевую компонент. Вот это. Нулевую компонент этот вектор имеет. И она отвечает поле А0. То есть поле А0 отвечает вот этот оператор с лянда равным нулю. Но поля А0 входит поляризация с неправильным знаком. И это означает, что компонентационное соотношение тоже должно иметь неправильный знак для лянда равным нулю. Ну, в самом деле, правильный знак, как мы знаем для искладной механики. А окрест в осцилляторе, чему равно А окрест? Вот это есть единица. Да? Да, плюс. А здесь у нас, получается, для пространственных компонентов. Для пространственных компонентов. Вот когда поляризация пробегает значение 1, 2, 3, это пространственные поляризации. Для них правильный знак компонентационных соотношений, а для вредных неправильных знаков. Что это означает? А что означает неправильный знак? Неправильный знак вот этих компонентационных соотношений. И это есть требование к авариантности. Из к авариантности мы получили неправильный знак. Вот мы ввели пространственные фотоны, когда лянда пробегает значение 1, 2, 3, и временные фотоны, когда лянда имеют значение 0. И для временных фотонов мы видим, что неправильный знак компонентационных соотношений, этот неправильный знак, вытекает из-за неправильного, ну, из-за того, что здесь эта компонента имеет неправильный знак, вкладывая компонентную нулевой, имеет неправильный знак, а это истребованная электрической авариантности. Ну вот, значит, из-за электрической авариантности, и из-за того, что мы ввели лишние степени свободы, по сравнению с нормальными двумя степенами свободы Техотона, мы получили неправильный знак. Этот неправильный знак, вот, в компонентационных соотношениях, а этот неправильный знак, значит, что нам дает? Он дает нам неправильную метрику состояния, да? Потому что, если возьмем теперь состояние окрест, окрест 0, да? Окрест 0, ну, неважно какого-то k, с любым k, да? На вакуум, да? И возьмем его, а. Норму его возьмем, 0, а. Чему будет равна норма? Ну, норма будет равна, если вакуум нормирован на единицу, то норма равна, может, минус единица, да? Вот так вот получаем. Отрицательную норму мы получаем для временных фотонов, для состояния, содержащих временные фотоны. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, это плохо, потому что, если отрицательная норма, это значит, никакая вероятность интерпретации невозможна, да? Да? С отрицательной нормой. Значит, плохо, значит, надо как-то избавляться от этой отрицательной нормы. Да. Ну, говоря про теорию, в которой есть как вектор состояния, которое нормировано как положительно, так и отрицательно. Ну, ясно, что и состояние с пространственными фотонами мы там первым положительно, а вот, сами но не отрицательно. Эта теория называется теорией с индефинитной метрикой, да? И определенной метрикой. Вот. У нас, значит, получается, какая вот метрика плохая. А как избавляться? Ну, давайте вспомним, как избавлялись, ну, какая-то, что-то аналогичное должно быть, наверное, в классической теории. Ну, мы уже говорили, что в классической теории вот этот член. Из-за чего все это возникло? Вот из-за этого члена. Ну, в классической теории мы просто требовали, чтобы говорили, а, у нас калибровка пусть для него и его равно нулю. Калибровка такая. Но мы сейчас-то не можем наложить калибровку для него и его равно нулю, потому что у нас, ну, это будет противореческому ценносоотношению. Здесь же у нас С, они независимые совершенно. С нулюются и пространственные, независимые, подчиняются совершенно независимым ценносоотношениям. Нельзя наложить условия для него и его равно нулю. Для него и его равно нулю. Но оператор. Оператор для условий для него и равно нулю невозможно. А что возможно? Что возможно? Возможно вложить условия на векторы состояния. На векторы состояния. Будем говорить, что вот есть полный набор состояний. Полный набор состояний, который образуется из вакуума действием операторов А и окреста. Не А, я крест уже, а С. Здесь я введу не А, конечно, а С, ноя, да? На С. С крест, ноя, равно минус единицы. Ну, К, К, любое К. Ну, отрицательная причина будет из-за вот этого знака. Вот так. Значит, ну, можно наложить. Оказывается, нельзя даже наложить условия дмю на векторное состояние дмю. И потребуем, чтобы вектор состояния, физический вектор состояния. Полный вектор состояния я назову физический вектор состояния. Равно нулю. Скажем так. Вот у нас есть полное пространство состояния, которое получается действием вот этих операторов. Цифрес на вакуум. Вакуум по объединению норме был положительным, он соединяется. Есть полное пространство состояния, но в этом полном пространстве есть состояние как положительной, так и с отрицательной метрикой. Что плохо? И как-то в полном пространстве состоянии невозможно ввести вероятность интерпретации. То есть, как-то для того, чтобы сделать возможным нормальную интерпретацию, физическую интерпретацию состояния и вообще физическую картину, чтобы построить, мы должны как-то ограничить это полное пространство состояния. Мы вводим физическое пространство. Ну, на первый взгляд, можно попытаться таким образом ввести физическое пространство. Мы договорились, что в классике можно просто само амью занулить, а в квантной механике, в квантной теории более нельзя это сделать, потому что это противоречит коммунционным соотношениям. Но, может быть, можно вот так сделать состояние физическое, таким образом определить, чтобы было выполнено это условие. Оказывается, это вот тоже нельзя сделать. Тоже нельзя сделать. Но это легко получить, потому что, если мы возьмем вот этот вот вектор и возьмем его нормировку, используем функционное соотношение, то мы получим не ноль. А также, что же можно сделать? Оказывается, можно наложить вот такое условие. Ну, я вот так напишу здесь μ, μ, а здесь напишу плюс. И это называется положительночастотная часть. Положительночастотная часть, которая... Вот эта вот часть, это амью плюс, а эта часть амью минус. А почему так? Я здесь сказала бы плюс, а здесь минус. А? Положительночастотная часть, знаете, что зависит от энергии, то есть эти минусы в амега-т, да? Поэтому это вот часть, которая с положительными энергиями. Поэтому называется А, положительночастотная. Вот эта вот положительночастотная часть. Так вот, можно наложить условие такое. Ну и что это за условие? Это условие, на самом деле, такое вот условие, что вот эти состояния... Это содержит... Что содержит? Операторы уничтожения. Операторы уничтожения, да? И это условие, на самом деле, да? То, чтобы физическое состояние содержит, содержит... Должит содержать одинаковое число пространственных и... Продольных и временных фотонов. Продольных и временных фотонов. Потому что демиально... Что такое демиально? Это есть... Производный берёт... Каньон, да? Каньон. И здесь, кстати, при томом выборе вектор поляризации, это есть... Просто будет... С0 плюс С3, если... С0 минус С3. Если... Если... Третий ось направлен по вектору К. По импульсу Паджона. И это условие есть... Условие, что... Вот таким... Если вектор поляризации... Направлен... Направление векторов поляризации совпадает с... Направлением импульса... Такой вектор поляризации называется... Продольный вектор поляризации. А первичные фотоны продольные фотоны. Вот временные... Когда вектор поляризации имеет... Дулевую компоненту. И продольные... Когда вектор поляризации имеет... Направлен по К. Ну пространственные части его... Ну пространственные... Направлен по вектору К. По трехметрному вектору К. Такие фотоны называются продольными. Так вот... Это условие означает просто... Одинаковость... Вернее... Равное число... Временных и трагогальных фаргонах... В физических... Состояниях. Благодаря этому условию... Оказывается... Что... Норма состояния... Положительно определена... Норма состояния... Вот таких... Состояния... Ну... Необрицательна... Правильно сказать... Необрицательна... 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 Вот... Поэтому трудность... С вероятностью эксплуатации исчезает... Более того... Оказывается... Что... Если мы статуем... Ну это уже вопрос... Так... Более... Сложный... Оказывается... Что... И... Не знаю... Может быть... Если не надо... Мы его более подробно... Рассказываемся... Но... Пускай... И ограничены... А может... А... А может быть... Вы уже... Рассматривали... В... Кто... Учитал... Узко adv beam... По тему теории . В лекобі... То есть... Вы уже... Вы рассматривали... Уже... На вопрос... А? и дефинитные метрики вы рассматривали или нет? Шаги, Жаня, Жаня. Ну ладно. Оказывается, что если мы стартуем с таких физических состояний, если бы начальное состояние было физическое, то и в процессе развития процесс развития состояний управляется как в квантовой теории поля, в квантовой теории вообще, к вектериану управляется. В процессе развития у нас только физические состояния возникают. И поэтому возможна физическая рефритация. Ну что мы должны извлечь отсюда? Еще раз говорю, что я повторяю, проблемы есть с калибровочной инвариантностью. Какие проблемы? Проблемы с калибровочной инвариантностью. А основная проблема та, что калибровочная инвариантность требует введения лишней степени свободы. Лишней степени свободы. А дальше ввели лишней степени свободы. И что же получается? Вот ввели, скажем, нормальные физические фотоны, это у нас поперечные, поперечные. Их вектор активизации перед пеникулярным импульсом, как вы знаете, да? А у них величина два типа фотонов, да? Продвольные фотоны и временные. И что же получается с ними? Получается, что, во-первых, они лишние, а во-вторых, во-вторых, у них, у временных фотонов неправильная метрика. Почему это получается? Ну, потому что просто измолится иную реальность. Временные фотоны, временные фотоны. Вот временная компонента, она входит с другим знаком. Водранжан. Квадрат именно. С другим знаком Водранжан. Поэтому функционное соотношение получается неправильное для временных фотонов. Неправильный знак функционного соотношения. И поэтому неправильная метрика для временных фотонов. Ну, вроде бы это и плохо, а на самом деле хорошо. Потому что именно благодаря этой неправильной метрике, вклад их в физический процесс, вклад их в временных фотонов и продвольных фотонов сокращают друг друга, да? И если мы скантуем вот таких состояний, где число сокращают друг друга, вот если мы скантуем состояние физически, которое применено таким образом, что у них одинаковое число пространственных и временных фотонов, то у нас проблем с отрицательной метрикой не возникает. Ну, это требует отдельного доказательства, конечно. Ну, что делать? Придется вам на веру принять это. Да. Да. Да, они. Ну, как есть. Их нет. Мы их ввели в теорию. Ввели в теорию эти вредины. Физически вреденных фотонов нет. А мы вот хотим построить теорию калибровочной и вариантным образом, да? Поэтому мы вынуждены их ввести в теорию. Да? Можно, я уже говорил, что мы могли бы сразу А0 компоненту исключить из органов шара и наложить условия кулоновской калибровки. Да и АЕ равно 0, да? Все. Мы остались только с поперечными фотонами. Только с поперечными. И прекрасно работали. Но! Но не красиво, да? Мы теряем Лоринсону реакцию. Да? Мы хотим сохранить Лоринсону реакцию. Поэтому делаем такой трюк, что вот добавили у ржаного члена такой. При этом у нас... Мы не реквинировали, не удалили. У нас лишние фотоны. Лишние. Есть племенные фотоны и продольные фотоны. Они остались у нас. У нас четыре типа фотонов осталось. Но с ними проблемы. Потому что из-за Лоринсону реакции временные фотоны входят с неправильным знаком в ржан. И это ведет к инфинитной метрики. Ну вот такая проблема. Но, оказывается, можно эту проблему решить просто... Ну, в общем-то, это естественно, что ее можно решить. Как же ее можно решить? Как это можно решить? Потому что ведь все-таки мы искусственно ввели эти временные фотоны. Да? Временные протоны. Их же нет. Мы их как-то ввели. Ну, теорию таким образом строим, что мы их вводим. Ну, их можно как-то удалить, наложив условия на физическое состояние. И это условие, вот такое условие достаточно для восстановления положительной определенной метрики. И для сокращения вкладок временных и продольных фотонов. Вкладки временных и продольных фотонов сокращаются. Ну, в принципе, можно было бы об этом и вообще умолчать. Сказать, что сокращаются и все. Но вы должны понимать, что вот здесь есть лишние фотоны в этом напряжении. Два лишние фотоны, это, значит, какие-то есть проблемы. Вот, проблему я продемонстрировал, что, значит, проблемы с ними это проблема и дефинентная метрика. Но эта проблема, может, решена, наложили вот это условие на пространство в состояние. Нельзя наложить условие так же, как в классике, на вектор, вернее, на потенциал. Нельзя потребовать, чтобы демиум равен нулю, потому что банкует независимо компоненты. Ну, надо налагать тогда условие на состояние. Вот вы должны эту общую канву понимать. Детали не так уж и важны. Ну, смысл? Казалось бы понимать. Так, дальше что-нибудь пойдем? Ну, я еще напишу здесь, напишу еще, если уж я написал здесь разложение для А, давайте я напишу еще разложение для Пси, которое мы будем всегда подразумевать. И я всегда буду разумевать для Пси. Сердекс. Сердекс. Равно. Интеграл. ДП. Здесь, конечно, сумма понятная подразумевается, да? ДП. Ну, опять же, конечно, на двойби ДКУПЕ. ДКУПЕ. На двойби в кубик. И на двойбе Пси. Ну, что такое ЭПСИЛОНПЕ? Конечно, корень квадратный. Здесь самое ДП. Это КПМ, да? Частота КПМ. А здесь ЭПСИЛОНПЕ энергия. Это корень квадратный 100 квадратный лектор плюс М квадратный. А здесь стоит следующее. А. ЛЯНДА. Б. У. ЛЯНДА. Вот П. ЛЯНДА. ЛЯНДА. На Е в степени минус 3 по Х. Плюс. Плюс. А крест. А. Пардон. Б крест. П крест. ЛЯНДА. Так. На В. ЛЯНДА. Вот П. На Е в степени и по Х. Да? И на то. Ну, и всё, да? Всё. И функционные соотношения какие? Ну, понятно, что это вот для ПСИ вот так пишется возложение. При этом смысл какой? А. ЛЯНДА. П. Это. Это. Есть. Оператор уничтожения электрона с позициацией ЛЯНДО и СМКСМП. Да? А. Крест. Это оператор рождения позитрона. Да? С позициацией ЛЯНДО и СМКСМП. Вот. И далее. Далее. Что мы имеем? Коммунционные соотношения. А. ЛЯНДА. В. А. ЛЯНДА. В. А. ЛЯНДА. А. ЛЯНДА. А. ЛЯНДА. Равен 2 пикубий. Я вообще-то не верю, что 2 пикубий здесь стоят. А? 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 Ха-ха-ха-ха. Стоят? Вот. Черт. Как быстро сообразить? Кто быстро сообразит? Ага. 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 Вот так вот. Вот так вот. Нет здесь 2 пикубий. Вот так кажется. Если мы здесь пишем двойки в кубе, то здесь нет. А если здесь пишем двойки в кубе, то есть. Вот так вот. Нет здесь никаких двойки в кубе, и здесь тоже тогда нет двойки в кубе. А здесь стоит дельта от п-п-штрих и дельта лябда лябда штрих. Вот. Ну и, соответственно, для б антикоммутатор тоже б лябда, б крест лябда, п штрих, п штрих, п штрих, правильно. Антикоммутатор. Это есть А. А здесь, конечно, стоит два епсилон п, в общем, так же, как здесь стоит два лябда лябда, а здесь стоит два епсилон п. Здесь дельта от п-п-штрих, дельта лябда 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 штрих. Антикоммутатор. Антикоммутаторы А с В и А крест с ВП равны нулю. Ну, то, что фирмионы монтуются с помощью администрационных соотношений, вы, конечно, знаете. Вот так. Теперь еще что стоило бы сказать? Еще что стоило бы сказать, что как пишется, какую норвировку. Конечно, это записка, вот так написали, потому что эти соотношения. Конечно, это подождают какую-то норвировку У и В. Такой цирк У от П. У лябда от П. Это есть вот что такое. Это из кори квадратной из двух епсилон п плюс М, чтобы все вопросы с норвировками были решены. Фи лябда. Фи лябда. Ладно. Фи лябда. А здесь фи лябда. А здесь фи лябда. Вот так. У лябда от П. И В лябда. В лябда от П. Это есть корень квадратной. То есть корень квадратной из двух епсилон п плюс М. А здесь число П на епсилон п плюс М. Хи лябда. А здесь хи лябда. Вот так. Ну, я уже говорил, что... И это, опять же, конечно, в стандартном представлении для гамма-матриц. Я уже говорил, что стандартное представление, оно выделено тем, что в невелетаризме... Здесь, видите, сигма П. Сигма — это матрица Павли, конечно. Сигма Павли летает самым плюс М. В невелетаризме это вылетает. И... У имеем только... Вот... У... У... Только две вершних компоненты. Фи. А В — две нижних компоненты. Так? Теперь... Вот это вот... Фи — это... Двух компонентов спиной, которые определяют поляризацию частиц. Ну... Как вы знаете... Для частицы с одной второй... Всегда есть... Со спином одна вторая... Всегда есть направление, на которое проекцию... Проекция спины равна одной второй... Это направление обозначается буквой Z. И тогда... Фи лябда... Фи лябда... Фи крест лябда... Это есть... Что такое? Это есть Единица плюс Сигма Дзета... Электрона. Первая половина... Фи лябда... Like your change your mind. Да? Фи-фи крест. Вы понятны? Это есть матрица? — Фи лябда... Фи-фи крест. Это есть матрица. Если возьмем шкуру этой матрицы... Мы получим отсomorphку Единицу, да? Если мы умножим матрицу на Сигма Матрицу... Если мы возьмем шпу, то мы должны получить вектор поляризации. Это вот и есть зета, вектор поляризации. Зета. Зета электрона, да? Но при этом хиллианда, хиллианда на гипрес ямера, да? Это есть одна единица минус сигма на зета позитрона. Понятно? Вот такие вот есть свойства этих гипрес и норов. Ну все, пожалуй, мы определились с полями. Да. Дальше, наверное, сделаем маленький перерыв. Еще пару часов поработаем. Да хоть два! Вопросы, я говорю, что вы не сидите, не советите в своем восстановлении, как писал Владимир Владимирович. Да, восстановлении дурналистов, но все это не советите. Вопрос какой-то. Вот этот член, у нас, как вы уже говорили, он нарушает стадьбрость, например. Да, правильно. Но ведь ее уже надо восстановить. Или нет? А ответ-то будет хиллианда стать вариантом. А, то есть нам не обязательно, чтобы была хранжа в полюбе. Понимаете? Ответ не будет зависеть от бета. Ответ. От бета не будет зависеть. Да. Понимаете? Этот член, можно сказать так. Мы добавляем член, который фиксирует калибровку. Да? Фиксируют калибровку. Но мы же можем работать в любой калибровке. Поскольку у нас Ландержан был изначально калибровочный вариант, мы в любой калибровке можем работать, и ответ для физических величин не должен зависеть от этой калибровки. Ответ не будет зависеть от этого. Для физических величин. Например, он будет зависеть от пропагатора фотона. Ну вы знаете, что такое пропагатор, да? Это среднее по вакууму, от амю-амю. Пропагатор, конечно, будет зависеть от бета. Но, скажем, если мы рассматриваем ответ для амплитуды рассеяния, смотрим амплитуду рассеяния, скажем, электроны на электроне или электроны на глионе. Ответ не будет зависеть от бета. Именно благодаря тому, что вот изначально мы прошли, мы калибровочный вариант. Спасибо. Продолжение следует...